Гомельский Державный Медицинский Университет сегодня означает свое 30-ти годы. За весь час своего основания ВНУ сформировала мощный педагогический коллектив и выпустила маль 9,5 тысяч урачов. Об истории будущей установки расскажет Ганна Корольчук. Шановные гости, веншование и урочистая атмосфера. Самый молодой Медицинский Университет Краина святкует 30-ти годовый юбилей. Вот такой день нельзя не вспомнить про историю. Гомельская ВНУ была открыта в первую очередь за острые необходности в квалификованных кадрах для наибольших потерпелых от катастрофы на ЧАЭС в Гомельской и Могилевской областей. Этот период супал с остановлением суверенной Беларуси и складанной экономической ситуации. Общежитий не было. Первый – это облздрав нам выделил половину своего общежития медучилища. И мы арендовали, наверное, 20, я думаю, общежитий разных, где по 5-10 человек в рабочих общежитиях жили наши студенты. И вот первый компьютер, такие настоящие компьютеры, это с университетом Нагасаки. Они нам в этой ситуации помогли очень здорово. Ну, дальше учебники начали сами печатать, закупаться учебники. У Гомельской медуниверситет завсюду лечился практикой ориентованным, тому его выпускники ценятся по всей Украине. Тут развита тесная совесть с клиничными базами, працует властная лаборатория с реалистичными роботами-симуляторами. Зараз у ГДМУ працует больше за 400 выкладчиков. Будучи хорачом, рахтует 5 факультетов, среди каких факультет замежных студентов. Гомель, як место будучи в учебе, часто выбирают молодые люди из Индии. И тому юбилейную дату в НУ наведала надзвучайный полномочный посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. Медицинское образование здесь дают хорошее, достойное качество по разумной стоимости. Многие молодые люди у нас хотят стать врачами, а соответствующих университетов у нас в стране недостаточно. И они вынуждены ехать учиться за границу, если действительно хотят стать докторами. Эта традиция сохранилась еще с советских времен. Индийцы едут в страны СНГ в основном за медицинским образованием. А выпускники говорят, что довольны учебой и хорошо проводят здесь время. Поэтому новые студенты продолжают приезжать в Гомель. За 20 годов Гомельский медуниверситет выпустил больше 800 замежных специалистов с 35 краин света. Многие из их вертаются на родиму. Они которые застаются у Гомеля к обрыхтовать новое поколение урачов. Наши выпускники, которые реально, они уже работают в очень-очень много стран. И реально они получили хорошее знание с Гомельским медуниверситетом. И реально они это знание, они реализовали ее в дальнейшем в их странах. Были именно в арабских странах, были в Европе, были в Америке, были в Индии, были в Сирленке, Пакистане. Усё, чего досягнул университет за эти 30 годов, стало мягчимым только благодаря команде профессионалу. Клиницистам и практикующим урачам, вядомым вученым и поваженным экспертом уголения медицины. Они працуют под девизом «Я лячу, я вучу». Тому головным богатым тут были и застаются люди. Это практикующие специалисты, многие из которых с гордостью говорят, что они выпускники Гомельского государственного медицинского университета. И нам приятно видеть, когда они приходят к нам в роли курсантов на курсы повышения квалификации, в роли клинических ординаторов. Приходят готовить кандидатские докторские диссертации. И многие из них работают у нас в ВУЗе. Это очень и очень важно. Что касается планов, то, вы знаете, уже многие вещи мы реализуем. Мы видим, какую роль Гомельский государственный медицинский университет принял на себя в преодолении COVID-19 совместно со службами области, республики. Больше того скажу из приятных новостей. У нас открыта кафедра анестезиологии и реаниматологии буквально две недели назад. А кто, как не анестезиологи и реаниматологи, сегодня в COVID-19 находятся на переднем плане борьбы, на переднем плане спасения людей? У нас активно работают мобильные бригады, выезжают. Наши студенты, наши волонтеры, наши прекрасные молодые люди своими делами доказывают свою преданность и свое реальное участие в помощи людям. Юбилей университета Супау с напруженным передом в работе медика, а у тому урочистости пройшли в стислом формате. Республиканская навыково-практичная конференция изменилась приемом гостей и концертом. Меншовальный адрес студентам и выкладчикам ВНУ передал президент Беларуси Александр Лукашенко. Запленную працу особных супрацовников университета узнагородили грамотами и подзеками, а так само знаками в выдатниках у выздоровья. Белоректор Анатолий Лизиков отримает в Национальной академии наук Беларуси нагрудный знак имя Усеволода Игнатовского. Ганна Коральчук, Яуген Макенко, Телерадио Компания Гомель.